Ребята, всем здорова! Сегодня у нас будет огромная колонка с сайта Алиэкспресс за 18 долларов. Потом она стоила 25 долларов, а сегодня акция и она стоит 15 баксов. Цены китайские. Продавец свой группа товаров на розетку. От продавца Евромарт. Доставка из Польши всего 10 дней. Оплата после получения товара. Гарантия качества проверена временем. Переходи по ссылке в описании и заказывай, пока не разобрали. Перед началом этой распаковки, хотя она немножко распакована, скажу вам отличную новость. Те, кто подписан на меня в ВК, на мою личную страницу, сегодня я всех добавляю в друзья. Абсолютно всех. Кидайте мне заявки и все мои подписчики, которые сейчас смотрят, которые ставят лайки. Короче, самых активных подписчиков я добавляю сегодня в друзья в ВКонтакте. Ура! И в Фейсбуке тоже. Итак, колонка. Колонка, колонка. Вот такая вот колонка у нас сегодня будет на обзоре. Стоит, повторюсь, она сегодня, там акция буквально 20 или 15 часов осталась. Она стоит 15 долларов. Я ее покупал за 18 баксов. За эту колонку мы голосовали в группе. Было много лайков, чтобы я ее протестировал. Поэтому сегодня она у меня на обзоре. Итак, что по колонке. Скажу вам, что по фоткам она выглядела очень большой, прям крупной. Я еще удивился. Колонка за 18 долларов. Там реально прям габариты. Я сейчас фотографию вставлю. Вы поймете, что нереально определить, каких она размеров. И потом я понял, что она вот такая вот, как бы небольшая. Такой, сказать, миниатюрный экземпляр большой колонки. Что у нас, кстати, на коробке? У нас здесь поддерживают абсолютно, ребята, все, что можно. Bluetooth и так далее. Мощность у нас 8 ватт. У нас встроенная здесь есть батарейка. Короче, все, что можно, сюда запихнули. Итак. Есть еще у нас в комплекте кабель. Что за кабель такой? Мини-USB. На USB, скорее всего, для зарядки. Так. Сама колоночка. Сама колоночка. Вот так она выглядит. Сейчас вы поймете. Почему я был удивлен? Вот так она выглядит. И на самом деле кажется, что просто должна быть она огромная. Здесь есть вот такая вот ручка. То есть вот такую вот. На плечи поставили, музыку включили и пошли развлекать. Так. Ну, здесь у нас дерево. Здесь она деревянная. Здесь у нас все пластиковое. Выглядит неплохо. Что у нас по гнездам есть? Ну, во-первых, у нас есть включение, выключение. Есть AUX, есть вход для чего-то. Скорее всего, это же для зарядки. Мини-USB. Можно вставить micro-USB карточку. USB флешку можно вставить. Переключить те режимы можно. Радио, там, Bluetooth и так далее. Здесь тоже что-то Bluetooth написано. Плюс-минус громкость. Скан, поиск радио. Ну, и, в принципе, переключение треков. Все. Больше у нас ничего нет. Вот так все это ставится. Но выглядит прикольно. То есть, где-то, если вы поставите. Но, главное, чтобы еще звучало. Давайте ее включим. Включаем у нас. Ого, здесь еще LED установлены. Дискотека будет, ребята. Дискотека. Вот так все у нас замигало. Так, режимы LED. О, господи. Вот это она орет. Слушайте, она нереально просто орет. О, радио работает. Есть, радио работает, при этом четко ловит. Но, чтобы окончательно протестировать, я сейчас подключу флешку. Слушайте, офигенно звучит. Офигенно звучит. Я пока выключаю, вставляю флешку или по Bluetooth подкидываю. И будем смотреть, как же она реально слушает, точнее, как же эта колонка звучит. Итак, ребята, я подключил свой iPhone к этой колонке. Все без проблем подключилось. Нужно выбрать режим, чтобы пам-пам-закричало. Это значит режим Bluetooth. Потом мы просто находим в Bluetooth устройство. Это оно высвечивается. И все. И у нас колонка работает. Итак, песенка, стоит ли заказывать товары из Китая на колоночке за, на сегодняшний день, 15 долларов. Я еще, кстати, не слушал. Сейчас вместе с вами послушаю. Проверим сначала максимальную громкость, чтобы понять, хрипит ли динамик. Как же она громко орет. Вы просто не представляете. Все вместе. Что я вам скажу. Орет она просто нереально. Вот, наверное, одна из самых таких громких колонок. Про качество я пока молчу. Но она реально просто как сумасшедшая. Как будто здесь какой-то динамик. Ну, блин. Хотя вот выдает он 8 ватт, понимаете. И 8 ватт, я вам скажу, это немало. Давайте еще раз попробую. Главное, чтобы вам там не пищало или рычало. Я уже в монтаже посмотрю. Потому что сюда выходит микрофон. Просто аж распирает ее. На максимальной громкости динамик просто разрывает. Непонятно уже, что звучит. Поэтому вот на средней громкости все четко. Сейчас переключу другую песенку. Посмотрим, что с ней будет. Так, следующая песенка. Она такая лайтовая. Поэтому я думаю, она именно подойдет под эту колонку, чтобы понять. Понятно, что сюда не подходит уже музыка с низами, которая именно бьет. Потому что динамик не выдержит. Он здесь не суперкрутого качества. Давайте послушаем вот такую вот тему. Сейчас перемотаю. В максималке все равно даже такая мелодия хрипит. Поэтому оптимальная в лучшем случае не нужно доводить до максимума. Тогда звук нормальный. Как-то грустноватая мелодия. Но на самом деле не все так грустно, ребята. В целом я этой колонкой приятно удивлен. Стоит ли покупать ее? Итак, стоимость, если ее 15 долларов. Если вот прям вы сейчас успеете там к акции. Я думаю, и завтра может будут акции проводиться. Но по ссылке, которую я оставлю, где я покупал у продавца. Акция там будет еще чуть меньше суток. За 15 баксов. Это, я скажу вам, хороший экземпляр. Во-первых, внешний вид очень крутой. Она выглядит стильно. Во-вторых, LED-подсветка. В-третьих, она читает и воспроизводит все, что нужно. В-четвертых, у нее встроен аккум. Который, по заявлению производителя, работает 4 часа. Заряжается 2 часа. В целом колонка мне понравилась. То есть, максимум до 20 долларов ее можно покупать. Свыше уже. Есть, я думаю, другие. Но, не скажу, что они будут стильные. Но по звуку будет лучше. Поэтому эта колонка прикольная. Не стоит от нее ожидать супер дискотеки. Но на средней громкости она вас порадует и развлечет. Вот такие вот дела. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки. И давайте проведем конкурс снова в этом ролике. Все ссылки будут в описании. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»